Вот вы мне скажите, кто-то из вас видел слезы прокурора? Чуть не прослезился, бедолазка. Не каждый день прокурор от тебя убегает. Не каждый. Давайте мы пройдем к прокурору в приемную. У нас пропускной режим. Какой? Давайте в роботу. Не пропускаем. И мне только сбалено. Я его в маске не видел, не раз. Вынуждена из них сама защищаться. Угрожает, что моих детей там. Я не досчитаюсь. Вы меня снимали. Я вас не снимаю. Это средство неверной защиты? Вы вообще кто? Вы меня не знаете? Нет, я вас не знаю. А вы быстрее не покажете? Пожалуйста, выйдите в коридор. Зачем? Вы стесняетесь? Что за вопрос? Я вам мешаю? Я не знаю, кто этот человек. Вы меня узнали? Все, отлично. Этот вопрос решен. У меня важные вопросы. Мы пытаемся выяснить, вы прокурор города Сургут? Я в Польшу! Выходи! То есть вы меня не примите сегодня? Выходи! Он просто встал и ушел из кабинета. Он даже не приставился. С чего ты взяла, что это был прокурор города? Это значит, что мы с тобой были неизвестно где, неизвестно у кого. Он отказался себя идентифицировать. Признавать себя прокурором. Он Балин или кто? Неизвестно кто. Похожий очень на Балину. Он не признает себя прокурором. Он не хочет нести ответственность, как должностное лицо, за все действия и бездействия. Он бежал просто. С моего личного приема. Он даже удостоверение не показал. Он даже имя и фамилию ничего не назвал. Просто ушел. Пришел и ушел. Пришел и ушел. Как ушел, так и ушел. А не подскажете, Балин выйдет? Первое. Представьтесь. А потом все общение. Там ничего не будет, потому что нас крышует прокуратура города Сургута. Может меня завтра убьют по их распоряжению, я не знаю. Они забыли, что они служащие. Они вот почему-то думают, что они какие-то цари здесь сидят на тронах своих. А прокурор сбежал, так и скажите. Прокурор сбежал. Он не ушел, он не вышел. Он просто встал и сбежал. Пришел ко мне на личный прием и сбежал. И он что сделал? Сбежал. Привет. Здорово. Что, пойдем? Ага. Мне нужен Балин. Скажите, пожалуйста, я записываюсь на личный прием в Балин. Он мне должен принять. Не женщина никакая, а он. Он сейчас поднимает. А вторник. Где он? С 4 до 6. Мне сказали в 43-й пойти. Вот, видите? В вторник. Так. С 4 до 6. Балин Тарсеевич. Куда звонить? С 148. Сейчас принимает другой помощник. Мое обращение. Нет, она просто помогала к Балину. Она с Балиной в прием. Ждет очередь. То есть, как бы вам нужно дождаться порядка. Он придет сюда? Да. Хорошо? Да не придет. Он звонит 140. 102 набирай. Вот, 102. А 102 чем? Прокурор и приемный. Давайте мы пройдем к прокурору приемный. У нас пропускной режим. Какой? Давайте пробуск. Не пропускаем. Давайте пробуск. У вас режимный объект? Он охраняется. Если не пропускаете... Он режимный? Да. А на каком основном? Я вам сейчас не буду показывать нормативный. Нас охраняют в Росгвардии. Это помещение стоит на сигнализацию. Не, ну это же не режимный объект. Это режимный объект. Выходите от ответа. Номер режимного объекта назовите, пожалуйста. Я сейчас здравствую, что я не знаю, что... Ага. Но я говорю, то есть как бы это... Не беру трубку. У нас вот есть канцелярия, который принимает обращение в письменную форму и дежурный прокурор, который принимает личный прием. Туда попадает либо, если непосредственно один из заработников в прокуратуре вызывает гражданина, либо если сам прокурор... А вы кто? Я поможет. Почему без формы? Я тесторонный сотрудник, менее полугода работаю. После теста сколько-то положено. Стажер? Нет, стажер. Я там полстоя, но без вас нет. А удостоверение поможет уходить? Ой, че-то кто-то забыл. А вы, дима? Здравствуйте. Это Банова. А я записывала с Балиной на личный прием. В территории здания пришли, кто-то на моем вознимает приятие. Ну, я вас поляк. Не при исполнении. А почему без удостоверения? Нет. Девушка, будьте добры, пожалуйста, пригласите прокурору к городу. Женщина по записи. Назначена по записи. И мне только к Балину. А у нас сейчас вот Козлова подошла, она тоже по записи была. Ну, ее примем-то, да ладно? Хорошо? У нас на время назначено. У нас уже в порядке живой очереди с 16 до 18. Вы принимаете женщину, а нам, пожалуйста, прокурора в отдельное помещение. И прокурор тоже будет принимать. Он принимает Козлова, потому что она только записана была, так же, как и. Ну, пока женщина занята. Пригласите, пожалуйста. Ну, вот, женщину. Ну, женщина сейчас прошла, и я приглашаю прокурора, и он принимает липы от у нас. Потому что мне пришла. Сейчас мы поздравляем пришел. Вы тоже к нему записаны? Да, ну, мы с вами будем его забрать. Видите, я на 5 часов сориентировала. Все хорошо. А мне некому его забрать вообще. Я в душе детей и подорвать. Разница того первого. А у тебя что за вопрос? У меня вопрос это, если я сижусь, то я потеряю. Личные, да? У нас просто общественные по травматологии. То, что предлела самоубийство. Это ребенка нет, не садится забрать. Они же на 5 назначили. Нет, ждем. Она первая пришла. Женщина, она первая. Ждем. Здравствуйте. Я его в маске не видел ни разу. Я молчу вообще. Ты пришла, ты разговаривай. Я, если что, подскажу. Я сначала по постановлению, а потом еще другие вопросы. Ну, что я могу сказать? Мое мнение такое. Кто ты? Какой ты отклик получила ты из Москвы? Получила. То, что они спустили все вниз. И сказали им, чтобы они лично перед ними отчитались и передо мной. Ну, они отчитываются. Вот, отчеты вы видите? У меня больше. Так это не все. У меня две коробки. А у вас вопрос какой? Не секрет. Не секрет. У нас по травматологии вопрос. Что людей лечили просроченным медицинскими материалами большое количество времени. Всех. Всех. 20 лет просрочки. От нуля. 20 лет. Ну вот, товарищи, которые все это прикрывают. А у меня только к ним вопросы на данном этапе. Потому что вся картина вырисовалась. Больше некуда уже. А вот так. А вот теперь подумайте. Кто защищает. А я вот на данный момент вынуждена от них сама защищаться. Потому что мне идут и угрозы. И бандиты ко мне сзади подходят, угрожают, что моих детей там я не досчитаюсь. Или еще что-то. Понимаете? Да, да, да. Правильно. А вы кем работаете? Операционной медицинской системой. А кто вам эти препараты к вам направлял? Старшая сестра наша. Так это она с ними связана? Так они все там связаны. Вы это выявили? Ну я это выявила. Я с этим выявила 8 лет подряд. Вы там работаете или нет? Работаю. Я не собираюсь увольняться. Сказала только после моих. И то, если пожелать. Сейчас на великоре я был. Сейчас этого нет. Ну да, конечно, все это спутили на тормозах. Я помню, на том месте три с половиной года назад сидел, писал первое свое заявление в прокуратуру. Думал, сейчас напишу. Сейчас все закрутится. Всех посажают. Всех накажут. И вот я тут. Написано уже таких бумаг выше второго этажа. Результаты ноль. Так вот, главное-то осталось у нас. Так он себе таких же набирает. Он же таких себе. Б**й, ну течет б**й. Как бы это прискорблено не звучало. Вот это истина, понимаете, нашей жизни. Правда? Она вот липнет. Даже вот по наблюдениям, даже вот пары как совмещаются, да, друг с другом. Ты вот просто посмотри, да, какой-то магнит внутренний притягивает их. Так же и здесь. Они вот подбираются на подбор. Или они со временем такими становятся и приходят сюда нормально, потом становятся. Или они изначально такие сюда приходят. Вопрос. Ладно, перезвоните. Не помогли? Пойдем. Оставляйте, слушайте. Не-не, не оставляйте, убери все вы. Здравствуйте. 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 Вы говорите, что вы не против будете, если я с адвокатом буду, наверное, на связи? Здравствуйте. Здравствуйте. А? А можно еще одно заявление؟ Разбвините, пожалуйста. Снимать мне не надо. что еще раз а кто снимает я вас не снимал зачем вы имеете ввиду средства индивидуальной защиты будете добры предоставьте пожалуйста согласно 417 постановление средства индивидуальной защиты это средства индивидуальной защиты почему вы подаете без перчаток не серийной упаковки без сертификат соответственно я вас не снимаю я просто держу телефон вы меня знаете нет я вас не знаю вы меня знаете а вы почему сотни являетесь безуважительным причин заняты были или болели антон николаевич булгаков меня прекрасно знаете вы стесняетесь к вам пришла олеся на прием по общественному по общественному по общественному по общественному вопросу я ее сопровождаю вы мне отказываете присутствие на каком основании угрожают моим детям угрожают и все ссылаются на прокуратуру я реально боюсь к вам ходить одна я вот тут сижу я никого не трогаю я буду молчать вот вопросы вылезли пожалуйста выйдите в коридор зачем потому что я принимаю человека антон давай я вам мешаю время у меня и она ограничена одень пожалуйста маску и быстро нет так а мне говорят уже просто выйди без всяких масок пусть посидит маска пожалуйста я вас прошу я вам объяснила причину я не знаю кто этот человек почему он с вами журналист ни камчатский регион антон николаевич булгаков вы меня знаете что все нужно сейчас я ответил на ваш вопрос вы меня узнали надо вы меня узнали вы сейчас представились я знаю что все отлично этот вопрос решен солите будет общаться потому что я остерегаюсь свою жизнь ходить к вам одна так как мне неоднократно поступали угрозы я обращалась в ум в д неоднократно и с теми заявлениями с которыми я обращалась они до сих пор висят в воздухе никто не разобрался и сотрудники ум в д гласят что это прямая вина прокуратуры потому что прокуратура не принимает никаких действий поэтому я пришла сюда не одна я пришла с человеком до который меня поддерживает ну я остерегаю свою жизнь и даже своих детей вот да я пришла я вам объяснила причину его приходы со мной у меня важные вопросы к вам я губанова лесь леонидовна которая работает в термотологии к вам я написала если 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 не не послушать этот человек если не наденет маску и не перестанет меня снимать я не буду продолжать мне нет времени на эти не предусмотрена съемки видеосъемки пожалуйста при личном приеме если вы хотите попасть на прием мы с вами пообщаемся и я вам объяснила причину давай начнем с обратного будьте добры представьте пожалуйста вы кому пришли я предполагаю что вы прокурор города сургут вы прокурор города сургута я не виктор а вы на связи я отказываюсь проводить личный прием сейчас а вы кто поскольку вот этот вот человек не знаю что он делает провоцирует почему провоцирует я мы пытаемся выяснить вы прокурор города сургута то есть вы меня не приняли нет отказывается отвечать беда прокурора он меня не принял потому что я пришла не одна причину своего прихода не одной вы слышали да а вы девушка потому что прокурор города сургута ничего не делает абсолютно петрова надежды защиту меня есть вас поэтому я вынуждена евгения виктора находить какой-то защитой с собой брать человека потому что я остерегаю свою жизнь я ему эту причину объяснила он просто встал и ушел из кабинета ну что мне делать уходить да иначе сейчас будет наряды полиции протоколы незаконные вот так вот наш прокурор города сургута работает и выполняет свои должностные обязанности гражданами он даже не представился чего ты взяла что это был прокурор города он даже удостоверение не показал он даже имя него и фамилию ничего не назвал просто ушел запомните вот женщины да вот совет вам на будущее если вы видите сотрудника погона первое представьтесь а потом все общение вот я его как начал индифицировать удостоверением кто вы вообще он просто встал и ушел он отказался себя индифицировать признавая себя прокурором неизвестно кто похож очень на боли что такое так он даже не представился он сказал что мы его провоцируем я объяснила причину своего прихода не одной потому что я остерегаюсь за свою жизнь и за жизнь своих детей я объяснила что ко мне приходил подходил мужчина на улице угрожала расправой моим троим детям он стал и ушел он сказал я отказываюсь воспринимать на личном приеме представляете беспредел какой вот значит ну вот так вот сами слышали все евгения викторовна не давай шести часов дождемся сейчас это петровна петрова должно быть спасибо большое вам за поддержку спасибо вот вот вся картина на лицо мы никого не провоцировали вот так работает прокуратура вот ну хорошо если что на связи евгения викторовна это адвокат с москвы тоже в шоке тоже в шоке встал и ушел с личного приема потому что я пришла вот так же на встрече жителей с губернатором два года назад вот так же он от меня бегал а чё до шести ждать вот точно так же здравствуйте а вы почему суд не являетесь без уважительной причины по качеству питьевой воды на сегодняшний день решено следующим образом питьевая вода соответствующего качества заняты были или болели антон николаевич булгаков меня прекрасно знаете да я тогда когда возьму слово поговорю с прокурором благодарств кто в подсобку уйдет я туда к нему я захожу к ним кто-то он еще принимает пристапы вообще никого на прием не пускаешь я не нарушаю законы я пришла за помощью я пришла с заявлением написала о том что травматология лечит людей просрочены медицинскими материалами они это все спустили на тормоза я воюю уже седьмой месяц да я воюю седьмой месяц понимаете и все должны явиться находятся на своих местах и они говорят мне в лоб говорит нам ничего не будет потому что нас крышует прокуратура города сургута сколько они им заплатили за это я возмущена может меня завтра убьют по их распоряжению я не знаю антон мы кого ждем скажи пожалуйста ждем до 18 00 потому что часы приема до 18 00 и что он потом где вот тут написано здесь помимо да вот 18 если он до 18 но не выйдет и петрова не выйдет с удостоверением это значит что мы с тобой были неизвестно где неизвестно у кого ни один никто из них я тебе еще раз говорю вот он правильно начал и не он начал индифицировать кто к нему пришел вот тебе надо было с того же начать кто он такой ты вела как только его спросил вы кто все молчаливая пауза встал и вышел он даже с полномочия сам на себя взять не может свои же если это прокурор он не признает себя прокурором он не хочет нести ответственность как как должностное лицо за все действия без действий а чё не спрятались от людей они не должны прятаться от людей они к людям должны идти они забыли что они служащие они вот почему-то думают что они какие-то цари здесь сидят на тронах своих они такие же служа я тоже служащие но я же своих пациентов не бросаю я сегодня 8 утра зашла без 5 5 только вышла без еды без туалета без воды без ничего я же ни одного не бросила ты ошибаешься в данном случае ты одна из народа согласно статья 3 конституции источник власти это они тебе должны подчиняться вот именно не он ко мне пришел на личный прием не я к нему пришла а он ко мне пришел он служащий не более того пришел и ушел есть приход а есть уход боюсь за своих детей просто реально я вообще за всех жителей нашего региона и нашей страны опасаюсь за их жизни здоровья вот с таким отношением не только за доведите я просто исходя из той ситуации которую я объясняла причину прихода не так мы фиксируем факт того что дежурный прокурор отсутствует здравствуй а не подскажете болен выйдет не так что у вас туда пустили что что случилось короче это прокуратура с администрации выселяет 7 лет сужусь вот как молодая родилась живу в ну ты знаешь что я сейчас занят мы сейчас прокурора ждем выйдет не выйдет ну типа рыбалки да что-то вот ты мой телефон запиши 66 77 44 и позвони мне на днях в данном случае да я еще председатель профсоюза и общественного комитета по борьбе с коррупцией он пригласил мы пришли и он что сделал сбежал очень стыдно даже не стыдно за него да я бы так себе не позволила повести если бы на мне лежала ответственность такая как лежит на нем пригласите пожалуйста секретаря скажите губанова ожидает она пришла на лестницу петрова который обещал в инстаграме мы ждем нет это секретарь балина петрова старший помощник прокурора петрова надежда николаевна нет я когда записывалась на прием она брала трубку и записывала меня к балина да я не против они может быть все золотые люди но почему они нарушают наши права мы же ничего мы же не преступники мы же ничего не своровали может ничего не нарушили мы никого не убили ничего не сделали почему они нарушают наши права я пришла сюда за защитой но не за тем чтобы из ряда заявителей я стала в ряды обвиняемых а это сейчас идет потихоньку к этому я же вижу вот эти все написки и некоторые прямую мне заявляют а вы не боитесь что на вас все это перейдет понимаете перевернут я говорю нет я не боюсь моя совесть в отличие от их совести я не боюсь несмотря на то что у меня тоже трое детей я почистил я не ворую я зарабатываю свои честно заработанные деньги получаю зарплату и ценник мой на данный момент это 50 тысяч рублей больше я не зарабатываю но честно живу еще помогаю и беженцам и всем подряд не тоже не знают здесь пытаешься решить вопрос который очень важный да потому что мошенники сидят на своих рабочих местах они совершают такие должностные преступления идут улыбаются в глаза говорят нам ничего не будет а если это выйдет из-за стен травматологии то мы все переложим на вас и вы понесете за это ответственность в смысле в принципе вот то что подтверждает волей судьбы так сказать то есть вы защищаете ее да я защищаю всех а прокурор сбежал так и скажите прокурор сбежал он не ушел он не вышел он просто встал и сбежал ну это бегство было я не могу это по-другому назвать я не попросил я сказал я его спросил вы кто пока уважительно на вы после этого он поймал паузу очень длительную и понял что ему либо он удостоверение забыл либо ему придется показать видосторе не подтвердить что он прокурор и он этого не за для него вот это бегство оказалось намного приемлемым чем нести ответственность за свои деяния и обыстрение покажете никакого нет я вам объяснила причину я вам объяснила причину и эта причина уже уже прям наболевшая тема вы наверно знаете меня да евгения витарная у меня вновь сейчас примет прокурор города сургута в общем он вышел к нам хочу чтобы вы с нами поприсутствовали на связи значит ягуба новались леонидовна работаю операционной медицинской сестрой бюджетного учреждения сургутской клинической травматологической больницы да значит к вам я обращалась огромное количество раз по поводу того что должностные лица лица нашего учреждения а именно старшая сестра и главная сестра больницы во время оперативных вмешательств значит выдают нам просроченные медицинские материалы в огромных количествах мои заявления поступали к вам неоднократно куда я только не писала вы об этом тоже знаете с вашей стороны мне приходили только отписки значит прокуратура после первого моего заявления пришла спустя 20 чем-то дней на проверку эти проверки были пример три из них по крайней мере были пример первый раз раз пришел ваш помощник как у фамилии укеана да или как правильно нет не помню фамилию значит он постоял за дверями операционного блока на тот момент все еще было забито в операционных сплошником просроченные материалами постоял за дверями с главной старшей сестрой со мной еще с каким-то своим помощником и ушел на следующий день я получаю отписку о том что мои слова не нашли подтверждения 2 проверка со стороны прокуратуры он пришел с государственной инспекции труда и женщина поднялась значит с государственной инспекции труда вызвала меня мы с ней поговорили значит в ходе этого разговора я выяснила что она пришла с прокуратурой я спросила а где прокуратура она сказала прокуратура находится внизу то есть прокуратура не поднялась даже на операционный блок но они пришли с проверкой утром я прихожу почтовом ящике 3 письма от вас вот они все я их все храню под зеницу ока значит что мои слова не нашли подтверждения третий раз опять пришли но пришли опять же я на смене пришли наконец-то зашли в операционную где никогда не было просрочки а собрали клаву из сестер которые посоветовала не посоветовала а приказала остаться главная сестра больницы провели якобы проверку якобы утром опять прихожу мы сутками работаю прихожу домой в почтовом ящике забито все письма мимо и слова вновь не нашли подтверждения я считаю что все проверки были эффективные со стороны прокуратуры это вот три было при мне проверки никто ничего не проверял борьба моя идет уже более чем полгода полгода и у меня к вам возникла масса вопросов на которые я думаю вы мне ответите постарайтесь постарайтесь первый вопрос я здесь себе набил просто знаете много вопросов почему прокуратура при имеющихся очевидных обстоятельствах препятствовала проведению тщательных и своевременных проверок по изложенным фактам препятствовала но я не знаю я вам задала вопрос вы мне ответьте во первых вы пришли после моего заявления спустя 20 дней во вторых те факты которые я принесла к вам прокуратуру а я к вам обратилась были на столе главного врача мои видеодиски а старшая сестра размахивала около моего лица этим видеодиском с доказательствами и смеялась мне в лицо что у меня все есть объясните почему прокуратура через какой период времени прокуратура приходит после заявления на проверку срок проведения проверки по обращению гражданина 30 дней в течение 30 дней ему нужно провести проводить проверку выходить на проверку принимать какие-то меры прошлого реагирования ну и соответственно в этот срок готовить ответ и предупреждать заведения которые творят такие чудеса откуда взялся диск на столе и главного врача не можете объяснить а диск пришел только к вам на тот момент я могу объяснить у меня есть предположение что это мои предположения это не какие заявления это предположения что моя информация которая поступала в органы прокуратуры утекала и все об этом знали и не в лицо уже может быть все органы прокуратуры в чем-либо но она не заинтересована в чем-либо ну факты говорят у себя не я ей дала ладно мы не будем эти вопросы опустим их я хочу получить от вас ответ почему все проверки проведенные вами были фиктивные три проверки были лично при мне в моем присутствии я не считаю что они были эффективными были проведены проверки надлежащим образом серьезно помощник привлекал специалистов выходил сам несколько раз искал эти просроченные материалы в том числе там в тех местах где вы указывали вы будете долго смеяться спустя 7 месяцев при мне комиссия нашла просрочку в подвальном оповещении о котором я заявляла при мне в моем помещении было проверено в вашем присутствии я не знаю вашим нет не в моем значит ключи брали и подвал заходили и смотрели там там ничего 6 апреля 2022 года в моем присутствии независимые эксперты нашли просроченные медицинские материалы в том же подвале о котором я заявляла как вы мне это объясните почему ваши сотрудники прокуратуры ходили туда неоднократно как они мне сказали они меня с собой не брали в тот момент мы говорим о чем сейчас мы говорим о том что вы не доверяете тем проверкам конечно все проверки при мне которые были эффективны а я говорю что были эффективные потому что проверки были за дверями операционных а как вы можете пояснить у вас что сотрудники обладают сенсорными какими-то способностями стоя за дверью операционного блока прийти написать сказать что мои слова не нашли подтверждение как они не заходили в оперблок вообще не знаю кто заходил ваш помощник прокурора города заходили специалисты роспотребнадзора 6 числа была проверка в апреле не можете ответить на этот вопрос дальше действительно ли прокуратура стоит на страже интересов граждан которые получали медицинскую помощь опасными для жизни медицинскими изделиями изделиями которые запрещены в использовании медицинские изделия которые запрещены в использовании и которая говорит о том что мы были просрочены обнаружены не были говорить о том что оказывалась медицинская помощь этими изделиями мы не можем сейчас хорошо это вообще это вообще который видеодиск я вам предоставила вы его изучили транслипацию сделали транслипацию разобрали его по голосам достоверный этот диск недостоверный вы с ним поработали я вам предоставила видео доказательств в огромном объеме или вы хотите сказать что я его где-то сфальсифицировала и вам принесла я вам задала вопрос где у меня хоть один ответ по этому диску что он исследовался он подлинный и все моменты которые записаны в диске проверены у меня нет ответа от вас этого ну а мы почему а вы не обязаны были этого делать ну конечно не обязаны будем проводить достоверность и полномочия вправо правительственной проверки полномочия прокуратуры не входит не входит и в следующий органы занимают я вам задала вопрос вы стоите на защите здоровья тех граждан вы стоите на защите здоровья тех граждан которым оказывалась эта помощь это ведь были новорожденные дети маленькие малыши? Мы стоим на защите прав граждан. Да? Да. Каких тех, я не могу сказать, каких тех вы имеете в виду? Тех, которых лечили просроченными медицинскими материалами и которые, возможно, кто-то не выжил, а кто-то очень сильно пострадал. Еще раз вам говорю. Евгения Викторовна, вы на связи? Да, да, я слушаю. Ну вот такие ответы поступают. Следующий ответ, значит. Являлась ли предметом проверки порядок проведения государственных закупок изделий медицинского назначения в больнице до 2020 года? Сейчас это правильно проводится. А раньше почему не проводилось? Полгода прошло. Я об этом ходатайствовал много раз. Ну, я не могу сказать. Так вы ничего не можете сказать. Вы скажите мне хоть один ответ, дайте на мой вопрос. Я же пришла к вам на личный прием. Я вам отвечаю. Неужели мои вопросы какие-то замудренные? Это же элементарные вопросы. Абсолютно элементарные. Но вы хотите услышать то, что... Почему все были пропущены сроки? Уже полгода прошло. Полгода. Почему сроки пропущены? С чего вы взяли, чтобы пропущены? Да полгода прошло. Про какие сроки были? Про все сроки были, конечно. Да, да. Вы поспособствовали этому. Вы возили машинами. Вы не видели этого. Да, конечно. А коллеги видели, которые об этом заявляют. А также я ходатайствовала. Допросить свидетелей. Вы хоть одного свидетеля допросили? А просили, правильно сказать? По ходатайству, по-моему. Я еще раз вам говорю, что это все проводится в рамках процессуального. Процессуального. Хорошо. Так, считает ли прокурор города Сургута на основании результатов проверок, что в действиях должностных лиц больницы имеются признаки должностных преступлений? Нет. Нет. Почему? По результатам проверки не было выявлено нарушение закона, которое свидетельствует о том, что в действиях... Представляете, что говорит? Ну, так и будем общаться? По-честному. По-честному. Говорит, что нет. Там не было никаких должностных преступлений со стороны должностных лиц. Несмотря на то, что у меня лежит постановление, где просрочку нашли, и их следователь ОМВД об этом мне написал, и то, что по результатам опросов свидетелей, значит, выдавала эти все просрочки, они не считают, что есть должностные преступления. Почитайте, пожалуйста. Я вам принесла это постановление. Ну, есть постановление. Есть, но и так. Я читала. Но и так. Как что? Ну, нормальное постановление? Мы сейчас проверяем. Так, дальше. Так. Наталья Семеновна, надо на этом постановлении немножечко остановиться, потому что мы же считаем его незаконным, оно, безусловно, будет обжаловано, и как раз прокурору сейчас можно об этом сказать, что... Считаю, как прокурор, что проверка была проведена должным образом. Я вам еще раз сейчас говорю. Постановление вместе с материалами проверки поступило в прокуратуру. Пятидневный срок мы их проверим. Почему у нас? Оно у нас, да. Мы сейчас дадим оценку законности, либо незаконности этого постановления. Ага, хорошо. Поэтому сказать, что законно или незаконно, на данный момент я не могу. Когда поступило это? А, оно поступило, я сейчас, восьмого, по-моему. Восьмого не могло поступить. Мне сказал следователь, что оно поступило восьмого. Я в УМВД написала, чтобы ознакомиться с материалами проверки. Они сказали, мы унесли на футболе. Может быть, может быть. И тоже, нарушив мои права, не дали ознакомиться с материалами проверки. Заявление я им тоже писала. Заявления все у меня есть. Мои права и здесь нарушены, понимаете? Вот, видите, они пишут постановление. Да они даже не написали, куда, где я могу его обжаловать. А принятное решение, вредное заинтересованное лицо. Вы или я? А почему они не прописали, что я могу обжаловать его у вас или в суде, например? Почему они не... Вы читали это постановление? Это безграмотное. Филькина грамот. Я... Там даже вот русский язык отсутствует полностью. Я же вам говорю, что мы проверим. Мы проверим, посмотрим материалы проверки и дадим оценку. Если они восьмого, значит, края тринадцатого, то есть завтра, да, мы дадим это оценку. Ну вот вы мне не ответили, почему ни один человек с травматологией, да, заявлено более десяти были, не опрошены были в прокуратуре. Я ходатайствовала ни один раз. Почему? Мы еще посчитали, что необходимость в их опросе в рамках проводимых прокуратурой проверки. Зато те, которые вам предоставляла главная сестра больницы, вы опрашивали. И они доносили лжедоносы. Ну? И даже за ВИИСИ на меня хотели уголовное дело. Вот смотрите, вы не согласны с результатами проверок. Почему вы так поступаете? Я вас по-человечески спрашиваю. Почему вы все подтасовываете? Значит, которые главная сестра... У вас есть факты подтасовки какие-то? У меня есть предположения. Ну, так а зачем свои предположения сейчас высказываете? Имею полное право высказывать их. Я не нарушаю ваши права. Я предполагаю. Я не говорю нарушения моих прав. И вас я уже, прокуратура, боюсь. Потому что, подождите, неоднократно мне поступали угрозы. Мне и моим детям. Я слышу хорошо. Плохо слышите? Шесть месяцев вы меня не слышали. Подделали мои документы. Подделали с целью мошенничества. Не просто так. Ничего. Ну, б***ь, вас не хуй, наверное. Экспертизу сделали по черковеческому. Сто процентов в мою пользу. Я его не писала. Потасовывать журналы оперативных вмешательств на работу не ходят. Ответа от вас нет. Сколько времени прошло? У меня есть все предположения вам не доверять. Понимаете? Потому что ситуация показывает это все вот как на ладони. Еще вопрос у меня. Когда будут приняты законы и обоснованы решения по имеющимся фактам? Какие решения? Евгений Викторовна, на какие решения спрашивают? Ну, решения у меня взрывного органа. Мне кажется, просто издевательство идет. Человек, который говорит правду. Почему-то в мою защиту прокуратура не встала. То, что я предотвратила этот беспредел весь. И начали, наконец, лечить людей нормальными медицинскими материалами, шовным материалом шить. На мою сторону прокуратура не встала. А почему-то на сторону травматологии встала. Но у меня нет столько денег, наверное. А почему вы встали на эту сторону травматологии? Да вы бессовестно просто скрываете факты. Факты присутствия. Вы не проводили проверки. Я вам объяснила. Три проверки были при мне. Я видела. Невозможно стоять за дверями оперблока. И на следующий день писать мне письма о том, что мои слова не нашли. Вы зашли в хоть одну коробку. Посмотрели? Олесия, посмотрите. Ну, ладно, мы провели проверку. Да не проводили. Не говорите громких слов. Вы не проводили проверку. Мы не проводили проверку. По вашему мнению, мы проверку не проводили. Эмоции, Евгения Викторовна, извините. Ну, туда же заходили. И контролирующий Росграфнадзор. Департамент приезжал. А департамент зашел хоть раз в оперблок? Нет. Никогда. Первый раз зашел до ***. Это было. Это было в марте месяце. Вот какая проверка была. Который зашел в Сестринскую. Я вам сейчас расскажу. Мне коллеги с коллегами в очень неплохих отношениях. Если вам будет это дико, но это так. На следующий день, когда я пришла на работу, мне мои коллеги отозвали и сказали. Олеся, представляешь, зашел в Сестринскую и сказал. Пишите на Губанову жалобу. Гнобите ее и уничтожайте. Чтоб этого человека здесь не было. Его слова. Это проверка. И после чего на меня начали поступать коллективные жалобы. Не обоснованные. Совершенно не обоснованные. Это проверка. Я сомневаюсь. Даже вот. Вообще на своем ли он месте сидит. Ну, например, если бы я занимала такую должность, я бы себе не позволила такого. Поймите. Я не соврала. Я сказала правду. На протяжении 8 лет старшая сестра больницы выдавала просрочку в огромных объемах. Клянусь вам. Ходила лично в подвал. С наволочкой она выдавала. Мы эту грязь поднимали. Она брала одну низку. Отправляла на бак посев. Несмотря на то, что он уже был просрочен. 14-й, 16-й, 18-й. В 2004-й год, в конце концов. Отправляла на бак посев. Бак посев приходил отрицательный. Она от даты бак посева продлевала еще 6 месяцев. И говорила, что он стерильный, работайте. Забила все стеллажи. Я когда туда пришла, была только одна каталка. Забила все стеллажи. Значит, на торцевой упаковке мы писали, что бак посев, допустим, от сегодняшнего числа. От этого времени мы продлевали еще полгода срока. Несмотря на то, что вот на этой стороне было написано, что он просрочится еще 5 лет назад. Дренажи вентрикулярные. Привозят детей маленьких с перинатального центра. Новорожденных. Гидроцефалия. Мы эти дренажи с 11-го, 12-го года просрочки поднимали в оперблок. Мы их пытались утилизировать, но они все равно поступали. Я заходила, когда в этот подвал, они стояли в огромных коробках. Мы думали, ну вот кончится, помпы эти дренажи. Нет, это не кончалось. Мы пытались их стерилизовать. Для того, чтобы... А вы не х** по этому вопрос задали? Г*****. Не х**. Я Селенидовна, раз уж я с вами, я хотела бы как раз, чтобы меня тоже услышали. И смысл в чем, что вот этот просроченный материал в том объеме, в котором вы снимали видео, то есть и в котором он был, это вершина ведь айсберга? Конечно. Конечно, мы бы хотели разобраться, как вот эти шовные материалы с таким сроком годности попадали в больницу. С 2014 года все ковстарственные учреждения должны приобретать изделия медицинского назначения только в рамках госзакупок. А вот информации до 2020 года никакой нет. Вот сейчас Евгения Викторовна. И журнодельна. Да, слушай меня. Да, Евгения Викторовна. Правильно? Да. Мы вот сейчас и проводим эту проверку. Мне-то это тоже интересно и понять, откуда вот это... Да че ж вы так долго-то проходите, они все факты скрывают, она перебивала даже даты в компьютерах. Вы этого даже не знаете. Почему вы так затягиваете? Вам не интересно разоблачить мошенников? Или вам интересно их покрыть? Очень интересно. Сколько они вам дали денег тогда? У меня нету таких возможностей. Я честный человек. И совесть... Нет, я сомневаюсь в этом. И совесть моя чиста перед людьми, которых я медсестра, не убийца и не преступница. И я там нахожусь для другой цели. Не для той цели. Надо установить факт. Олеся Леонидовна, много эмоций выкачет. Да я не могу. Они же не верят мне. Ну как, надо установить факт оборота вот этих изделий медицинского назначения, конкретно шумного материала, да, ну и других там тоже, которые есть в большом количестве, были, то есть были. И уже будет много, станет понятным и станет все на свои места. То есть если они поступали, то вот кого, за какие денежные средства и каким образом они расходовались, да, в оперблоке. А где, если поступали нормальные, с хорошим сроком, то где они тогда в это время были? То есть вот это все надо установить и все будет понятно, как бы было выгодно. Это же один вопрос, да. Кому выгодно и другой вопрос. Евгения Викторовна, понимаете, до вот этого постановления прокуратура мне отсылала ответы, что мои слова не нашли подтверждения. Представляете? Да. И то, что *** и *** отрицают факт просрочки. Нет. Это бы было глупо, если бы они сказали, да, мы подтверждаем, что мы выдавали. Почему-то им они поверили. А мне, который человек говорит правду, и еще более 10 человек говорят правду, они не поверили. Понимаете? Мы пытались, я вот хочу досказать, вот эти вентрикуляры, которые поднимали, малышей вот таких подают трехкилограммовых, пытались их стерилизовать. Но после стерилизации они внутри головы распадаются. *** запретила нам эту стерилизацию. Сказала, ставьте то, что есть. Понимаете? А они были просрочены на тот момент 11-12 год и выше сюда, к 20-му году. Ну, надо устанавливать всех постановщих, конечно. А никто не смотрел статистику? У всей системы есть. Конечно, у меня эмоции шкалят, потому что я доношу правду людям, а они меня просто игнорируют. Значит, *** и *** слова нашли подтверждение, а мои слова не нашли подтверждение. Ну, как так? Ну, как так? А я говорю, что было и очень много было. Когда я пришла работать, одна каталка стояла за дверью. И когда шла комиссия, всегда прятали за лифт. Но она двухэтажная каталка, на секундочку. А вот в конце 21-го года, уже в октябре, уже стеллажи были забиты. Но она это аргументировала тем, что, ну, мы же вот бакпасевы делом, они стерильны. Значит, ими можно работать. Понимаете? Это нарушение. И вот он мне дал постановление, значит, отказал в возбуждении уголовного дела 236-я статья. А там тоже признаки 236-й статьи. Я вчера перелопатила весь интернет. Это не то, что она нанесла. Ну, и еще, и либо, как там описывается, либо, сейчас я вам... Ну, вы знаете, наверное, 236-ю статью, да? Это не то, что она только вред нанесла, но там еще предусматривается и, как... Да, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшие угрозу наступления таких последствий. Чистая 236-я статья и 238-я УК прослеживается здесь. Понимаете? Я хочу, чтобы вы провели полные проверки, несмотря на то, что сейчас все вывезено, в огромных количествах вывозилось. Вы не представляете, мы шли с работы, а эти каталки стояли в подвале на вывоз. Я не знаю, куда они вывозили. Я хотела бы, чтобы вы посмотрели видеокамеры. Я хотела бы, чтобы вы посмотрели утилизацию, как это происходит. Где? Может быть, они на дачах. Вы понимаете, у них там понебратство, у них там очень много с ног, свадь, подруги, дочерей. Мы обычные люди. Это просто обычные люди. А те, кто к ней приближены, там гораздо больше, чем нас, обычных людей. И они в связке работались. И когда утилизация шла вот этой просрочки после моих первых заявлений, выливались в унитазы, вы не представляете, какие количества. Там ведь не только ошовный был. Там были десредства, антисептики. Они что делали? Они, значит, брали бутылку с хорошим сроком от антисептика, с канистры наливали просрочку. У людей горели руки. Мы обрабатывали руки. Вот сегодня у меня было 5 операций. 5 раз в день пообрабатывают, а кожа живьем слезает от этой просрочки. Они выливали в этот унитаз. Войнизма поднялась такая по оперблоку. Невозможно было дышать. Девчонки рассказывают, кто выливал. А она сказала, если что, это не мы. И она подставила тех людей в смену. С кем она это все утилизировала. К себе приближенных. Ни меня там не было. Ни каких-то, вот еще 7 сестер, да, которые рассказывают об этом. Нас там просто не было. Были привлечены те люди, которые, как сказать, я даже, ну я их назову даже соучастниками. Если верно. А вот вы со следователем-то плотно общались вообще вот с этим, который принимал? Я старалась, пыталась с ним плотно общаться. Ну, что бы показать, рассказать. Конечно, да вы что? Да вы что? У меня ходатайство как раз заявлено. Я как? Мы не разрешили. Ходатайство о чем? Ходатайство о том, что свидетель, данную видеокамеру, мы просим. А, ну то есть про проведение проверочных мероприятий. Конечно, конечно. Давайте я посмотрю. И во-первых, еще извините, перебью. По ходатайству были заявлены свидетели, они здесь не опрошены. Он, я говорю, почему не все свидетели? И мне приходилось следователя х**ать. И говорит, вы почему девочки подходили, а Алиса в нас не вызывали. Люди хотят говорить. Почему вы их консервируете? Они хотят говорить. Я ему говорю, почему эту, эту, эту не вызвали? Я не дозвонился. Она говорит, ложь. Никто мне не звонил. То есть у меня есть предположение, что следователь тоже как-то этому способствовал, чтобы не расследовать это дело. У меня, вы поймите меня правильно, мы же... А смысл какой? Вот нам всем большим органам организовывают. Вот давайте про смысл помолчим. Мы знаем, что такое к МАУ и кто и что здесь. Я не буду сейчас, если я скажу какие-то смыслы, это будет противоправно, да? Я не буду об этом сейчас говорить. Мы говорим следователю, Олеся Леонидовна, говорим следователю, что приедьте, пожалуйста, зафиксируйте. Конечно. Вот Роспотребнадзор обнаружил просроченный материал. И сейчас даже в отдельной комнате, в подвале, которую не открывали, никого не показывали. Следователь Горзунов, извините, а у меня нет в городе, я не могу подъехать. Почему нет? Да. Я, наверное, могу подъехать. А знаете, как он сказал, извините, Евгения Викторовна, Алиса Леонидовна говорит, вот будет сегодня проверка с Росздрава, с Тюмени, да, приехали люди. Они вас позовут в этот подвал, вы покажите, которые не могли открыть дверь. Когда, кстати, прокуратура приходила тоже, вы у следпомощника спросите, они говорили, что не смогли открыть дверь. Мы нашли этот ключ, мы ждали этот ключ минут сорок, но он дождался. Появился, да? Мы дождались этого ключа и открыли этот подвал, там ничего не было. Ну, плохо проверяли. Нашли. Росздрав нашел, значит, я фахилькой пишу, говорю, пожалуйста, вот нашли огромную коробку игл там с 12-го года, а мы ишьемыми людей на секундочку. Они у нас в блоке тоже их нашли, дренажи, которые мы в живот устанавливаем, абдоминально, он сказал, а меня нету в городе. Если бы я знал, что будет проверка, я бы остался в городе. Хотя он мне сам сказал, что когда найдут, пригласите меня на выемку, пожалуйста. Я, как мы с ним договаривались, исполнила это все. Он вас потребнодзор нашел или Росздрав там за кто нашел? Кто из Тюмени приезжал? Росздрав. Росздрав. Они нашли? Да. Они зафиксировали вас? Сказали, зафиксируют актами. Ну, значит, материалы проверки. Сказали, зафиксируют актами. Я хотела ознакомиться с этими материалами проверки, мне тоже отказали. Я писала заявление. Нарушили мои права. А я хотела ознакомиться просто, потому что я боюсь, что все на ходу очень теряется быстро. И вывозится очень быстро в активных мероприятиях сотрудников приближенных к них. Очень много вывезли, вы не представляете. Я когда зашла, в этом участвовал седьмой операционной, да, у нас на то время ремонт шел в одном блоке. Мы седьмую операционную задействовали. Она потерялась. Она вывозила материал просроченный. Я зашла, там голые стеллажи. Три пачки стоит, а все было забито на обеих стеллажах. Я вам говорю, что это было. Мы работали этим. Какие бахпасевы она еще может проводить? Вы поймете, что это преступление. Много людей пострадало, никто не провел просто. Знаете, сколько мы брали после плановых операций перечищать людей на чистку, на гноение. Были и менингиты, заявлялись об этом. Но нигде Раскверла сказала, что сестры нарушаются на пик режим. Она нам сказала, что если с травматологией что-то вылезет, я всегда сопру на вас. Это ее слова. Ну, давайте. Мы продолжаем. Мы не бросаем эту работу. Это лирическое отступление. Мы продолжаем эту работу. Мы проводим проверку. Процессуальную проверку мы сейчас посмотрим, как они провели. Но с учетом того, что ходатайство ваше не разрешено, я думаю, что мы это постановление отменим. Скорее всего. Такая это карусель. Это так и есть. Вы сейчас отмените. Они потом опять об отказе уголовного. Я сейчас со Следственным комитетом о подделке документов. Такая же история. Точно такая же. Там прослеживается факт мошенничества. Она не ходила на смену. Она проставляла 11-12 смен. Но она не появлялась или появлялась, покушала и уходила. Они подделали журнал и дописали. Значит, Югневская отказала от возбуждения дела. Ермолаев это все отменил. И вот это карусель. А почему-то самая основная цель подделки не рассматривается. Ну, рассматривается. Ну, подумаешь, они подписали там фамилию. Это же не официальный документ. А ведь умысел-то был совершенно другой в этом. Понимаете? И мы об этом знаем. Я тоже могу сказать, извините, но я посплю здесь в подвале. Если что, там зовите, если там будет операция. Но я же тебе такого не могу позволить. Я же на работу прихожу. Но давайте будем честными уже. Вот на самом деле я прошу вас просто по-человечески. Честными будьте. Евгения Викторовна, ну, я не знаю, вот по постановлению у меня очень много вопросов. Я здесь почитала, этот человек, он даже не обладает толком русским языком, да. Здесь такие неоконченные фразы. Например, в 236-й статье он как-то выделил, значит, вот этот уголовок. Ну, в смысле, как она звучит, эта статья. Он где-то вырвал из констекста, из контекста. Вот это все вписал, а продолжение он где-то завуалировал. У меня очень много вопросов к этому постановлению. Очень много. Ну, давайте мы проверим его законность. Ну, он уже у вас. Ну, я и говорю, что мы проверим его законность. Просто вы подсчитайте сами. Мне стыдно за эту бумагу. Я не обладаю ее юридическим образованием. Но вы просто подсчитайте. Вы же ведь образованный человек. Я подсчитал бумагу, мне надо посмотреть материалы проверки. Ну, я считаю, что это просто Филькина грамота. Они даже не удосужились написать о том, где я могу его обжаловать. Понимаете? То есть они обрубили... В принципе, принимали решение, конечно, на административку обратили внимание. Так они даже не обер... Что это вообще так было? Евгения Викторовна, простите, эмоции, правда, уже наболело настолько. Так они даже в этом постановлении, они даже административку не рассматривают. Они же пишут, что есть только признаки. Нет, это так и указывается. Это правильно, потому что другого органа рассматривают уже непосредственно, наоборот, страх и макин. Но здесь суть-то другого административка, здесь не мешает преступлению, которое совершалось. А все обстоятельства это не выяснило. Вот в чем дело. А понимаете, сколько воды-то утекло, ведь сколько фактов. Если бы тогда прокуратура первый раз, когда пришли, они бы хотя бы в блок зашли, они бы нарыли. Просрочка еще была... Сейчас скажу, обманываю. 28 января еще была просрочка в оперблоке. Мы когда нитки перебирали, девчонки, помните, я рассказывала? Они повытаскивали с коробок. 28 января. Января! Января! Я позвонила Юхневской. Проверка проводилась с 11... Чего там получается? С 11 октября. Октября! Октября! Так вот, я и говорю, какие были проверки. Вы, пожалуйста, это возьмите на карандаш себе. Что? Какие были проверки? Просто три было проверки при мне. Я вам не вру. Я вам рассказала, как оно есть. Они постояли, посмеялись за дверями оперблока. Меня пожурили, главная сестра, маханули. Что, Леонидовна, Олеся Леонидовна, я хочу тоже донести еще одну очень важную мысль. Ну, точнее, может быть, просьбу, даже сейчас, да, раз вы на личном приводе. Вот в материальном деле были представлены скриншоты с компьютера, база аптека, ну, как это называется по-особенному. И были представлены скриншоты, что действительно была просрочка и так далее. Мы представляли эти скриншоты, сами работники больницы. А вы бы хотели, чтобы вся информация была с этих компьютеров изучена. То есть, каким образом, наоборот, вот этих всех медицинских изделий в больнице был. И вот это либо ходатайство нам оформить, да, либо на карандаш прокурор возьмет. Я взял, я сейчас посмотрю и дальше определимся, как лучше сделать. Либо через ходатайство, либо через наши отменные указания. Ну, если там есть скриншоты, я обращу на них. Они есть, я их видела в глаза. Он мне показывал. Если они есть, значит... Вот этих шерманных материалов, которые оканчивались в 2020-2021 году, то есть срок небольшой, поэтому там и административное правонарушение усматривается. Но на самом деле шерманным материалом гораздо большие сроки годности истекли более давно. То есть они не все показывают. Вот в чем дело. И скриншотов недостаточно. Надо обязательно осмотреть компьютер и посмотреть вот эту программу все. Как это все вообще вот так происходило. Хорошо. Хорошо, я записал. Вот такой. Я записал. Хорошо. Просто я говорю, а даже там... Не, не, ничего, все нормально. Я тоже в эмоциях. Я говорю, я так устала уже биться с этим всем. Даже они пишут, указывают нить вторплан. Не вторплан, а вторлан. И он действительно, этот вторлан в огромных количествах, он был как раз таки вот с 20 по 21 год. Он массово появился в подвале, в коробках. Я как бы очень хорошо ориентируюсь, да, пошел. Ну, я знаю свою работу. И мы зашли когда в подвал, вот этот вторлан, он стоял прям... Я даже в июле месяце он заканчивался, 20-го года. И он стоял в огроменных коробках в подвале. Я даже знаю, что он стоял, вот заходишь в подвал с левой стороны, потому что мы его оттуда брали и поднимали, понимаете? И ставили в операционный по распоряжению. Мы не можем от себя действовать никак, потому что у нас есть старшая сестра, которая дает нам распоряжение. И поймите, пожалуйста, правильно, я не от того, что там хочу их оболгать. Они там заводили, да, на меня уголовное дело, уже за лжедонос или да что-то. Вот я хочу сказать, что... Хотя бы, когда вот вы мне отписки даете, она хотя бы применяла 51-ю статью. Ведь она лжет. Она лжет. Она вам говорит, что... Как там вы написали мне, что она не давала... А, отрицает факт просроченного материала. Лжет она. Можно было просто помолчать или воспользоваться своим правом, не свидетельствовать против себя. Я вас прошу, в меру своей компетентности, разобраться в этом, помочь. Это правда. Опросить, наконец-то, людей. Я не знаю, опрашиваете, но я когда-то заявила, никого не опросили до сих пор. И быть предельно честными. И служить народу, а не преступникам. Я прошу вас по-человечески. Все, Евгения Викторовна? Ну, наверное, да. Ну, нету больше вопросов? У нас, да? Ну, нет. Он вернулся у нас. Я надеюсь на честность. Обращаем, да, мы общение и продолжаем общаться. И дальше будем, лидерс, посмотрим. Понимаете, сколько фактов упущено? Вот это обидно. Если бы сразу зашли и все, зашли в Уперблок, вы знаете бы, сколько бы нашли бы всего? Там не только ветшорный материал был. Там хорошая коробка с хорошим сроком. И лезвие. И все, все, все. Там потасовывалось все капитально. А где новое-то все было? Где? Оно, конечно, было. Но оно не было в полном объеме. Оно было. Не только просрочка стояла на стеллажах. Среди вот этой просрочки и новые тоже были материалы. Затусованы. Я помню. Понимаете? Да. О чем я говорю? Я хочу, чтобы вы меня услышали. Пожалуйста. Вот прям прошу. Все, спасибо. Извините за эмоции. Но эмоции шкалят. Просто я уже устала. Оксана, потребуй посадить в ознакомление с материалом проверки. Со всеми. А, да, кстати. Я хотела как мне заявить? Это в ходатайстве, да? Да, да, да. Да? Сейчас мы изучим, вернем в полицию. И там вы можете... Только я вас очень сильно прошу. Я посодействую. Пожалуйста, не потеряется, пусть ничего. Это очень важные документы, доказательства. Не так, как вы возили просрочку огромными машинами и все это потерялось. Я вас очень прошу быть честным еще раз. А вы сейчас можете посодействовать? Потому что первое ходатайство на замыкновение с материалами проверки было написано, что вы не висколько не вносили. Антон, мне надо бежать в садик, у меня ребенок уже. До свидания. Так ты удостоверение хотя бы спросила? Спросила. Показали? Да. Серьезно? Серьезно. А почему мне не показали? А мне покажете? Изгене Викторовна. Это Балин? Да. Леонид Алексеевич, да? Да, да, да. Все, мы выходим. Ты убедилась, да, что это? Да, да, да. Мы выходим с прокуратуры. Все, побежал. У меня ребенок садик и там. Бескозный. Изгене Викторовну, у меня наболело, поэтому... Не, я могу говорить, что я... Просто меня настолько наболело, я вот прям не могу просто. Ну, ничего, нормально. Чуть не прослезился, бедолашка. Серьезно? Ну, надо было направить на него взор общественности. Евгения Викторовна, можно тогда чуть позже перезвоню вам, да? Да, да, переговорим, конечно. Ага. Ну, все, вам огромное спасибо. Всем спасибо Антону. Самый Клубик тоже наш правопрощитник местный. Он все же вернулся, и это главное. А у него выхода не было. Если бы он сбежал и не вернулся, это было бы вообще позор. Ты слышала, я с ним там разговариваю, нет? Конечно слышу, у тебя вся прокуратура слышала. Ну, нормально, ну как могла, моя душа говорила. Там женщины сидели, у них глаза на лоб такие, ни хрена она ему там чешет. Так, подожди. Я честно говорю. Так правильно, так и надо. Я ничего не солгала, понимаешь? Все. Все, Антон, давай на связи, у меня полчаса. Вот вы мне скажите, кто-то из вас видел слезы прокурора? Нет. Нет, еще не видел. Ни разу? Нет. Нет, а что? Я тоже не видел. А Олеся почти увидела. Он говорит, он почти плакал. Сидел. Чего? Чего? От того, как она его отчитывала. А? Сигарила его? Он пришел к нам на встречу, я так понял, без удостоверения. Он начал там мне за маску что-то, за вы кто, что он тут делает и все такое. А как только я ему задал вопрос, вы кто, я говорю, ты уверен, что это Балин вообще, прокурор города Сругута? Он молча встал и ушел. А, она ему спросила, вы отказываете мне прием? Он сказал, да, я отказываю. То есть, он отказался от приема. И ушел. Мы его ждали в коридоре. Я сказал, никуда не идем, пока часы приема не закончатся до 18.00. Там полчаса оставалось. Короче, минут через 15 он, видать, созвонился, позвонил, кому-то доложил. Ему сказали, ему дали, скорее всего, приказ ему дали вернуться с удостоверением. И он пришел, и он ей показал удостоверение. И она его там отчитывала по полной программе. Так что вот, такие дела. Могут оказать давление, потому что у Балина такой взгляд был, как будто он меня хотел скушать. На тебя? Да. А, ты вот про это вот? Да. Все, народ, всем благодарствую. Не каждый день прокурор от тебя убегает. Не каждый. Позвонишь, я через 20 минут. Последний раз это было в 2020 году. Он, правда, мне тогда угрожал, что, типа, вы нарушаете общественный порядок. Вот это я не успел записать. А тут бегство в полной мере. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.